Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Нам долгие годы навязывают, что мы являемся источником власти И многие даже гордятся этим и подчеркивают, что вот мы источник власти Давайте разберем, что это такое и сравним, как это в нашем советском законодательстве Чтобы ни в коем случае не было никакой отсебятины Вначале предлагаю обратиться к основному закону Советского Союза, Конституции СССР 1977 года Статья 2, где черным по белому сказано Вся власть в СССР принадлежит народу Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов Также предлагаю обратиться и к Конституции СССР 1936 года Так называемой Сталинской Конституции И в статье 3 четко говорится о том, что вся власть в СССР принадлежит трудящимся городу и деревне в лице Советов депутатов трудящихся То есть мы нигде не видим с вами слово там источник и так далее Хотя в Конституциях СССР есть источник и я вам его тоже также укажу Теперь давайте посмотрим, что нам навязали после контрреволюции, которая произошла в 1991 году То есть она уже де-факто произошла Хотя, конечно, она началась задолго до этого Ну, в скрытых формах Так вот, Конституция РФ в статье 3 о чем говорится в первом пункте Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ Очень подкупает жителей России Во втором пункте народ осуществляет свою власть непосредственно А также через органы государственной власти и органы местного самоуправления Третий пункт Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы Четвертое Никто не может присваивать власть Российской Федерации Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону Перед тем, как начать так более рассматривать вопрос Я предлагаю, что же навязали на других территориях Советского Союза Мы говорим не только о судьбе РСФСР Потому что Союз Советских Социалистических Республик Это союз как раз Советских Социалистических Государств О чем, кстати, говорится четко и в 70-й статье Конституции СССР и в 76-й Так вот, что же навязали в УССР? Да тоже, в принципе, самое, что и у нас В Конституции Украина, вот то, что сейчас Сейчас это не Конституция УССР, а именно в Конституции Украины В статье 5-й говорится о том, что Украина является республикой Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу И не может быть узурпировано государственными органами и должностными лицами Никто не может узурпировать государственную власть Для сравнения хочу предложить также и как навязали в Казахской Советской Социалистической Республике Ну, то есть уже то, что сейчас современная Конституция Казахстана Статья 3-я, первый пункт, единственным источником государственной власти является народ Второе, народ осуществляет власть непосредственно через республиканские референдумы и свободные выборы А также делегирует осуществление своей власти государственным органам Кстати, у них так более подробно этот момент прописан Также там еще есть два пункта, которые желающие могут найти в интернете посмотреть И хочу предложить еще то, что навязали в Белорусской Советской Социалистической Республике По современной так называемой Конституции Беларусь В статье 3-й говорится Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ Народ осуществляет свою власть непосредственно через представительные иные органы В формах и пределах определенных конституций И там про изменение конституционного строя и так далее Но это уже не так уже принципиально Так вот Ну то есть, по сути, Ренат, все эти конституции, они писались как под копирку, да? Из одного, соответственно, типографского аппарата Само собой, потому что это же одна шайка лейка Которая раздробляла нашу великую советскую социалистическую родину Так вот, меня всегда вот заинтересовывал вопрос А как это вот непосредственно, да? И почему источник власти? И почему в советском законодательстве народ не являлся никаким источником власти? А именно власть ему принадлежала? Да, вот расскажите нам, пожалуйста, что такое непосредственность вот эта самая? Я начну сначала со слова посредственность Чтобы мы вот как раз приблизились к теме То есть посредственность Это качество человека Довольствующегося малым У нее нет особых целей и стремлений Он плывет по течению, его вполне это устраивает Такой человек делает только то, что от него требуют окружающие обстоятельства Но не больше Он не так уж плох, но и хорошего в нем мало Это личность заурядная и неинтересная Значение слова посредственность В словарях это понятие объясняется как бездарность, бесполезность Оно используется для качественной характеристики человека Но также может относиться к оценке действий Например, игра актера посредственная Или посредственная книга То есть не представляющая никакой ценности Можно заменить слово посредственность синонимами Серость, заурядность, второсортность Свойства по значению Теперь непосредственные возьмем У нас же навязали нам непосредственно Это искренность, способность действовать без раздумий И сомнений По внутреннему увлечению Также проявление этого свойства Вот интересные Есть такие вот строчки из одного произведения Управитель был человек честный И даже очень честный Это знали все, но главная черта характера Привязывая к нему людей Заключалась в непосредственности его натуры И в оригинальности его характера Это Николай Лесков на ножах Роман «А не делись» Ну вы помните, да? Русского писателя Лескова Николая Семеновича Так вот, интересно Синонимы для слова непосредственность Это бесхитростность, простодушие, наивность Антонимы для непосредственности Расчетливость и лукавство То есть, если мы, например, значение этих слов возьмем, да? И теперь вот Немножко по-другому читается Вот все эти конституции, которые нам навязали То есть Получается, что Наш народ осуществляет свою власть как? Добродушно, легковерно, наивно, да? То есть, каким образом? Нас водят периодически на избирательные участки И мы вот так легковерно Ну нам ведь там в зомбоящиках по ушам накатают Добродушно Отдаем свою власть А власть ему Соответственно, отдаем тем, кто расчетливо и хищнически ею пользуется Конечно И при этом, при всем получается, что нам навязали Что власть-то нам уже не принадлежит А кто есть власть, например, в так называемой Российской Федерации? Три органа власти Законодательная Судебная, исполнительная Ну никак не Супримского разделения властей, да? Да, ну никак не народ То есть это самое А смысл тогда был Вот завоевание октября Ну Здесь тоже всем предлагаю Как раз вот Тоже изучить и Конституцию СССР 1924 года В основу которой как раз вот положена Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик 1922 года Ну сейчас мы на этом останавливаться не будем Просто Важно людей заинтересовать Чтобы они сами стали изучать вопрос Так вот Что Мы видим Что через вот Нашу вот Непосредственность, да? Мы что? Легимитизируем режимы А что такое легимитизация? Это признание, утверждение Или подтверждение законности Какой-либо власти Какого-либо социального института Статуса полномочий Опирающегося на Принятые в данном обществе Ценности Вот еще К такому моменту Хотел бы Ну то есть на такой момент Хотел бы обратить внимание Вот Карл Марк связывал феномен власти С отношениями Собственности И экономическим господством Правящего класса Владение частной собственностью Предполагалось Единственным источником Экономической власти Политическая власть По его мнению Является вторичной Лишь порождением Экономической власти Производственные А государство Является институтом Экономически Господствующего класса Который при помощи Государства Становится еще И политически Господствующим классом И приобретает Новые средства Для подавления И эксплуатации Угнетенного класса По Марксу Самый главный вопрос Преобразования Структур капиталистического Общества Вопрос о власти Причем Для него власть В форме диктатуры Пролетариата Не самоцель В конечном счете По его мнению Нужна система Общественного самоуправления Которая По своим функциям Способствовала бы Преодолению Отчуждению И развитию Свобод всех членов Общества Только так По его мнению Может произойти Эмансипация Человека Субъектом власти Является только народ Вот если по Марксу Народ полновластен И единовластен Государство Становляясь Собственным делом Народа Более Не отчуждено От него Термин Народовласти Означает Что весь народ Без изъятия Является И творцом И конструктором И архитектором Государственного И общественного строя Только ему Принадлежит Право Окончательного Решения И выбора И вот Что писал сам Карл Маркс Об этом Для того Чтобы государственному Строе Изменения Не были не только Навязаны Для того Чтобы человек Делал сознательно То что он обычно Делает Бессознательно Принуждаемый Продой вещей Необходимо Чтобы движение Государственного Строе Его прогрессивное Движение Стало принципом Государственного Строе Следовательно Чтобы принципом Государственного Строе Стал Действительный Носитель Государственного строя народ самый прогресс есть тогда государственный строй то есть как и было то есть и как есть у нас по конституции ссср так вот когда у нас сейчас вот немало людей которые такие знаете восстановители сср но некоторые даже произносить аббревиатуру нашей родины не могут полноценно если них не ссср а сессер понимает еще и там и частной собственностью и и снова они источник власти и с миллионерами а вот и соответственно сохранением наворованного и так далее да 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 а вот теперь вот возьмем отдел уже у нас от говорится а что же есть источник да вот в советском союзе тоже вот я вам прочитаю вот конституция сср 1936 года статья 131 каждый гражданин сср обязан беречь и укреплять общественную социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя как источник богатства и могущества родины как источник зажиточной культурной жизни всех трудящихся лица покушающиеся на общественную социалистическую собственность являются врагами народа обратимся к дьюра действующие на самом деле конституции сср 1977 года где в статье 14 говорится о чем источником роста общественного богатства благосостояния народа и каждого советского человека является свободны от эксплуатации труд советских людей соответствии с принципом социализма от каждого по способностям каждому по труду государство осуществляет контроль за меры труда и потребления она определяет размер налога на доходы подлежащие налогообложению общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе государство сочетая материальные и моральные стимулы поощряя новаторство творчество отношения к работе способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека то есть видите по советскому законодательству народ не может быть источником а если например в том обществе где господствует угнетение эксплуатация народ конечно источник а у нас так как огромное невежество народ еще и радуется что он источник понимаете гордиться чем он так еще промон единственный источник то есть 24 часа сутки не вынимая как вы мне замечательный пример привели за кадром нашего сегодняшнего общения рената раслана галевич по поводу батарейки что соответственно народ наш является батарейкой напитывает эту власть своей энергетикой легитимизирует ее а дальше она чего хочет то и ворот ну-ка само собой если вот вы возьмете любой мобильный телефон или там там вот аккумулятор он и чем является источником питания вспомним фильм матрица то есть кем там они вот в этих кабинках лежали они как раз и были источником для матрицы так нам вот так все и написали и предложили и никто никого на самом деле не обманывал весь вопрос в невежестве темноте то есть люди не разобрались но это же вот как вот многих да прям это самое возбуждает что они источник вроде вроде все исходит от них да нет от них исходит прибавочная стоимость и плюс налоги о чем и писал карл маркс своих работах что-то изменилось далее за полтора столетия по существу изменился только по большому счету уклад не более того да и кстати я еще более экономические остались теми же самыми а вот я думаю что капитал по сей момент не утратил свою актуальность да и мне что было еще интересно то есть я ведь это не только посмотрел как конституции ссср я обратил внимание еще на все 15 конституций советских социалистических вот республик там конституция рсфср 1978 года конституция у ссср конституция там молдавской советской социалистической республики так далее везде без исключения вся власть принадлежит народу везде а после 91 года везде навязали что народ единственный источник власти более того нам ведь рассказывают как это там донбасс но очень луганский донецк борются против фунта и так далее чтобы вроде как они там создали так называемые народные республики но название да красиво народная республика я посмотрел тоже их конституции то что навязывают жителям донбасса там тоже народ источник власти и не будет частной собственностью с тем что шахты кому-то принадлежат фабрики кому-то принадлежат то есть тогда слово народные это вообще ни о чем вот в принципе вот небольшой мой такой доклад поэтому готов обсудить очень интересно на самом деле